В Тверском центре «Мой бизнес» завершилась образовательная программа, которая помогла самозанятым найти свою нишу и подготовить бизнес-проекты. Свои знания им передавали опытные наставники. Тему продолжит наш корреспондент. 19-летний Данил Удалов занимается производством скейт-досок и пришел на курсы для того, чтобы далее развивать свой бизнес. Однако в процессе обучения он поставил уже более амбициозную цель. Я понял, что я могу реализовать проект по крытому скейт-парку, в городе, над которым уже очень долго думаю. И в первую очередь мой основной курсил – то, что экстремальный спорт может быть безопасным, при грамотном подходе. В программе мне очень понравилось от спикера Сергея Семенова то, что его слова очень сильно мотивируют и заставляют верить в себя. То есть ты ищешь в себе те навыки, которые ты даже не замечал. А вот Анна Тисова занимается составлением букетов из сухоцветов, и в частности из лаванды. Женщина рассказала, что на курсах ей надо было работать в команде, что для нее не свойственно. Однако это оказался интересный опыт. За пандемию выход был из зоны комфорта, это общение с людьми, чего уже действительно не хватало. Работа в команде, я не привыкла. Я солистка, для меня действительно это было новое, то, что приходилось знакомиться и выполнять задания в группах. В течение четырех недель самозанятые и те, кто планирует открыть свое дело, на площадке центра «Мой бизнес» изучали маркетинг, финансовое планирование, анализ рынка и конкурентов. Опытные предприниматели поделились с ними своими навыками и знаниями. Завершением стала защита проектов, где обучаемые показывали свои презентации. И было очень много интересных проектов, которые действительно вдохновили практически всех. По мнению губернатора Игоря Рудени, одно из преимуществ господдержки – введение в регионе налога на профессиональный доход. Переход на этот налоговый режим позволяет индивидуальным предпринимателям сократить расходы на налоговые платежи. К слову, сейчас самозанятые жители Тверской области могут поучаствовать в вопросе по усовершенствованию господдержки и сделать их более комфортными.